Привет! Вы на канале про продукт. Сколько нужно варить лосятину до готовности? Лоси в большом количестве обитают в наших лесах. Как они выглядят, представляют себе даже дети. А вот мясо лося, редкий гость на нашем столе. Именно поэтому не всякая хозяйка знает, сколько варить лосятину, чтобы блюдо получилось вкусным и наваристым. Если следовать аналогии и готовить его как говядину, можно сильно разочароваться в этом питательном, полезном продукте. В чем особенность мяса лося? Как любая другая дичь, мясо лося жесткое, темное, волокнистое. По своей структуре и вкусовым качествам оно напоминает говядину. Но по количеству питательных веществ, полезных микроэлементов, оно превосходит свинину и говяжье мясо. Впервые столкнувшись с возможностью приготовить мясо дикого лося, важно не испугаться его специфического запаха. От этого запаха легко избавиться, предварительно замочив кусок лосятины в простой воде с добавлением лимонной кислоты или уксуса. Бывалые охотники для этой цели еще используют белое вино. Вкуснейшие и нежнейшие блюда получаются из мяса самок в возрасте от полутора до двух лет. У самцов и старых особей мясо жесткое, очень темное, волокнистое. Этот продукт считается диетическим и экологически чистым. Энергетическая ценность кусочка лосятины весом 100 грамм составляет всего 100 килокалорий. Рецепты на заметку. Хороши зимой супы и похлебки из лосятины. Они придают сил, согревают, отлично утоляют голод. Мясо лося отварное. Чтобы лосятина получилась нежной и мягкой, ее нужно предварительно замариновать. Для этого кусок мяса весом около килограмма несколько часов нужно выдержать в следующем составе. Минеральная вода. Соль, черный молотый перец, другие любимые пряности. Масло растительное, 200 граммов. В таком маринаде лосятину нужно подержать часов 10-12, затем ставить варить. Варится мясо лося на медленном огне не менее 2,5 часов. Соль и лавровый лист нужно добавлять практически перед снятием кастрюли с плиты, тогда блюдо получится очень мягким, нежным. При варке лосиного мяса его важно не пересолить. Как любая другая дичь, лосятина содержит много собственных солей. Поваренная соль добавляется в небольшом количестве в самом конце приготовления блюда. Суп с фрикадельками из лосиного мяса. Для супа потребуются продукты в следующем количестве. Лосятина 500 граммов. Шпинат 400 граммов. Китайские грибы шиитаки 200 граммов. Чеснок 3 зубчика. Лук 2 головки. Яйцо куриное 1 штучка. Вода 2 литра. Соль, черный молотый перец. Масло растительное. Мясо необходимо вымыть, просушить, затем дважды провернуть на мясорубке вместе с луком и чесноком. Полученный фарш надо посолить, поперчить, вбить куриное яйцо и хорошо вымешать, сформировать фрикадельки. Мясные шарики обжариваются на растительном масле. Грибы нужно сварить в 2 литрах подсоленной воды с добавлением специй. Когда грибы будут готовы, в кастрюлю закладывают шпинат и фрикадельки. До полной готовности супчик нужно поварить на медленном огне еще минут 20. В тарелке с ароматным супом можно добавить для красоты и аромата свежей рубленой зелени. Похлебка охотничьей из лосятины. Для похлебки отлично подойдет лосиная грудинка. Чтобы приготовить похлебку на обед, нужно запастись. 500 граммов лосиной грудинки. Одна головкой репчатого лука. Три крупными картофелинами. Солью, молотым черным перцем, лавровым листом. Грудинку рубят небольшими кусочками и погружают в холодную воду. Она должна занимать половину объема кастрюли, тогда бульон получится наваристым. Когда мясо покипит минут 10 на среднем огне, туда добавляют нарезанный репчатый лук. Бульон солят, перчат. Варить все это нужно практически до готовности. В готовый бульон закладывают очищенный, нарезанный кубиками картофель и варят еще примерно 10-15 минут. Подавать похлебку можно с зеленью, сметаной. Врачи утверждают, что лосятину следует варить не менее 3 часов, чтобы избежать передачи заболеваний и болезнетворных бактерий от дикого животного человеку. Самые распространенные заболевания лося – энцефалит и финнос. Простые и полезные рецепты приготовления первых блюд из лосятины разнообразят меню и порадуют близких. Соблюдая нехитрые правила варки мяса, можно в полной мере оценить его неповторимый вкус. Приятного аппетита! Понравилось видео, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok